Год без Дениса. Поклонники фигурного катания сегодня отмечают день рождения яркой звезды. Без самого кумира. Он блистал на льду, покоряя сердце миллионов и завоевывая самые высокие награды. Каждый раз, побеждая на Мировом Олимпе, он посвящал свои триумфальные выступления родному Казахстану. Он ушел слишком рано, оставив после себя невероятный след. Им продолжают восхищаться, на него равняются, хотят быть похожими. А проекты Дениса Тена живут не только в памяти фанатов. Прожив несправедливо короткую жизнь, Денис Тен стал настоящей звездой не только казахстанского, но и мирового фигурного катания. На счету спортсмена десятки побед на различных турнирах. А главным трофеем в его копилке стала бронзовая медаль Олимпийских игр в Сочи. Он и дальше хотел выступать на льду, дарить поклонникам всю красоту фигурного катания. Но взлет казахстанской звезды оборвался летом прошлого года. Сегодня, в день рождения Дениса Тена, алматинцы собрались на месте трагедии, чтобы почтить память о нем. Люди принесли цветы к импровизированному мемориалу. Я его очень уважала. Прекрасный мальчик, который внес большую лепту в развитие нашего Казахстана. Представлял наш Казахстан за рубежом. И действительно мы скорбим, чтим, очень долго будем помнить, потому что, светлая ему память, как мы говорим, потому что мальчишка действительно достойен этого. Очень жаль, что безвременная вот такая кончина и очень жаль, что с ним поступили так. Сильный, открытый, полный планов как творческих, так и спортивных. Именно таким Дениса запомнили друзья и фанаты. Для многих он был и остается кумиром ледового спорта. Благодаря именно его победам фигурное катание в Казахстане приобрело особую популярность. Денис уже в 10 лет блистал на льду с сольной программой «Пасадобль». Это выступление вызвало настоящий фурор. Тогда его заметила Елена Водорезова. А позже с талантливым мальчиком из Казахстана работали такие мастера, как Татьяна Тарасова, Фрэнк Кэрол, Рафаэль Арутюнян. Всегда Денис летом приезжал, проводил семинары, были бесконечные мастер-классы. Дети всегда с удовольствием ждали. Денис всегда был настолько веселым, с таким юмором, с ним было так легко. Он очень много помогал тренерам. Всегда мог спокойно подойти и посоветовать где-то. Поэтому, конечно же, необыкновенно талантливый и великий спортсмен. Денис был по-настоящему творческим. Он создавал собственные ледовые шоу, придумывал номера и костюмы, сочинял и подбирал музыку для выступлений. Мечтал он и о настоящем кино. Причем не только сыграть в нем главную роль, но и самому написать сценарий и попробовать себя в качестве режиссера. Но многие планы оборвала внезапная и трагическая гибель звезды. Он, несмотря на трудности, на травмы, он шел вперед. Он хотел прославить Республику Казахстан. Он это делал. Он не только в сфере спорта, но и в сфере шоу-бизнеса. Он приглашал всех звезд мирового спорта в Казахстан. И делал здесь шоу, радовал людей. 25 лет, как искра в небе, всего лишь миг. Секунда по сравнению с вечностью. За такую, казалось бы, короткую жизнь Денис Тен оставил после себя вечный след в мировом спорте. Как комета, пролетая на небосклоне жизни, оставил после себя память, как о светлом, добром и целеустремленном человеке.